Шагать в ногу со временем. Именно этого девиза придерживается руководство района в плане благоустройства поселений. За последние 2-3 года в каждом населенном пункте района произошли какие-либо изменения в лучшую сторону. Все это происходит благодаря участию во всевозможных программах. Это коснулось и Центрального парка Аула Кашихабль. Мы пошли в этом году нетрадиционным путем. У нас есть две федеральные программы. Это комфортная среда, программа, по которой в прошлом году в парке мы реализовывали. И также мы вступили в программу гражданской инициативы. Это по программе федеральной современного облика села. И мы соединили эти две программы и подали заявку на участие в строительстве скейт-парка и новой площадки спортивных уличных тренажеров. Нам эту заявку одобрили. И, собственно, благодаря этой программе мы это все реализовали. Начали строительство мы в мае месяце, в первых числах мая. Закончили как раз к концу июня. Закончили бы раньше, но из-за пандемии, которая была и введенным карантином, сроки пришлось немножко отложить. После снятия карантинных мер специализированная подрядная организация, которая занимается именно специализированным этим оборудованием, приехала, установила это все в достаточно короткий срок. По-моему, меньше, чем за две недели установлено. Теперь у нас будет полноценная спортивная зона в парке отдельно, которая будет уже иметь новые спортивные тренажеры и современная скейт-площадка. У нас таких, в принципе, в ближайших даже районах аналогов такого оборудования нет. Оно абсолютно безопасно, оно травмоустойчивое. И современной молодежи это как бы актуально сейчас. Здесь, тем более, место такое определили, оно в теневой зоне находится. То есть, ну, это будет самое оптимальное место. Вот. Ну и думаем, что молодежь, да, и как бы молодые люди с пониманием и благодарностью отнесутся к этому мероприятию. Ну и, думаю, что будет его беречь и сохранять. Но на всякий случай мы будем здесь все равно устанавливать камеры наружного наблюдения. Почему вы выбрали именно это направление? Почему именно скейт-площадка? Скейт-площадка, потому что, вы знаете, когда мы начинали только делать, благоустраивать нашу площадь, наш парк, когда мы отремонтировали покрытие, положили новую плитку, положили новый асфальт, мы увидели, сколько детей вышло кататься на роликах, на велосипедах, на самокатах. Сейчас много всяких таких, как говорят сейчас, девайсов, да. Вот. И мы увидели, что это достаточно актуально, да. И посмотрели еще опыт ближележащих районов, как, что молодежь в парке делает. То есть мы увидели, что это достаточно востребованная тема, вот, и решили на ней, как бы, остановиться. Ну, в том числе, у нас и Кашихабльское сельское поселение поговорило с молодежью, вот, предложили такой вариант, и, как бы, оно нашло поддержку в этом отношении. Вы довольны результатами? Да, я считаю, что неплохо, но в первую очередь оценку будут давать дети и те люди, которые здесь будут этим заниматься. По словам заместителя главы района по строительству ИЖКХ Евгения Глазунова, в перспективе планируется установка обзорных видеокамер для контроля над построенными объектами. Также необходимо будет досадить саженцы деревьев на пустующих площадках. И еще на будущее руководство района озвучивает идею об устройствах в парковой зоне уличной сцены. То есть, парк должен стать полноценным местом отдыха для жителей аула и гостей. Натуся Кучмезова, Сергей Лабынцев. Новости Кашхабльского района.